Любой сейчас, ну не любой, определенная часть людей может сейчас уже купить себе индульгенцию в будущее. Ну, во-первых, мне кажется, что санкции должны быть избирательные. Во-вторых, мне кажется, что они должны имперациональны. Потому что вопрос ключевой. Ты хочешь зло сорвать или ты хочешь задачу решить? Если ты хочешь решить задачу ослабления путинского режима, правильный путь – изъять из этого режима больше денег, изъять оттуда квалифицированные кадры, которые платят налог этому режиму, соответственно, помочь им обустроиться и здесь. Я думаю, что он со временем этот процесс и возобладает. Потому что все-таки европейская культура отличается как раз рациональным подходом. А эмоциональный, ну, конечно, хочется всем русским дать по морде. Это вполне понятно, но это неправильно. Такие люди, как Хан, такие люди, как Авен, такие люди, как Фридман, они не с Путиным, они сами писи, они бизнесмены. И им совершенно неинтересно, чтобы у них отбирали деньги для путинского процесса, который называется там специальная военная операция, кажется так. Они бы с удовольствием вывели свои деньги и продолжали бизнес за рубежом. Не все бизнесмены работают на Путина. Многие бы мечтали от него избавиться, но у них не хватает внутренних ресурсов. А вот то, что он с функциональной точки зрения был бы гораздо более полезен на стороне Европы, чем на стороне Путина, у меня сомнений не вызывает. Я думаю, что и сам Абрамович, вы, наверное, от него не дождетесь таких слов, но тоже хотел бы выбраться из-под тотального клубака Владимира Путина, для того, чтобы жить так, как он умеет и предпочитает. Путин требует тотального подчинения, тотальной демонстрации лояльности. И когда мы на некоторых пафосных мероприятиях не видим таких людей, как Собянин, например, или Лисин. Достоин, недостоин. Вот есть большой капитал, у нас есть обоснованное предположение, что данный человек, ну поскольку мы знаем, как организована собственность в России, или насколько она там коррупционная и зависит от власти. Вот этому можно, этому нельзя. После 2003 года, после дела ЮКСа, заморозка активов, справедливая. А дальше оппозиция должна выработать, тут нету каких-то судебных или законов. А дальше оппозиция или кто-то, или Евросоюз, должны выработать механизм выхода из-под этих санкций, из-под этой заморозки. Что нужно сделать? Там раз, два, три, четыре, пять. Вот как говорил сегодня Дима Гудков, хорошая формула. Должен публично осудить Путина, прекратить работать в России, соответственно, платить налоги. Сколько-то там отправить на восстановление Украины. Ну потому что, ну действительно, бенефициары. Или доказать, что я никогда не был бенефициаром. То есть тот, кто в последний момент решил для себя принять внутреннее решение, отвергнуть путинизм, да, и занять четкую позицию в пользу, так сказать, демократической России. Не важно, когда он это сделал. Сделал он это 10 лет назад или он это делает сегодня. В этом смысле слова для всех дверь открыта. Я не знаю, я не знаю примеров и случаев, чтобы кто-то был отвергнут из тех людей, кто там в последнее время, ну как бы о себе заявил.